Всем привет, друзья! Меня зовут Антон Гришин. Компания Tessy пригласила меня как независимого эксперта. Сегодня я буду готовить кваркини на аппарате, разработанном и сделанном от компании от Tessy. Аппарат полностью состоит из пищевой нержавеющей стали, имеет две модификации. Это 16-литровую ванну и 23, как в данном случае. Помимо мы имеем два нагревательных элемента, 3,9 кВт каждая. У каждого элемента присутствует кнопка включения и отключения. Также мы можем регулировать градус от 50 до 190 градусов. Помимо этого присутствует решетка, защищающая пригорание нашего шарика кваркини и противень для слива лишнего жира, масла от готовых кваркини. И что немаловажно, друзья, дозатор объемом 6 литров, он разработан и запатентован компанией от Tessy. Сейчас остается нам буквально один шаг, это отрегулировать и зафиксировать сам дозатор. В первую очередь белый элемент закручиваем до упора, без особых усилий. Итак, дозатор наш отрегулирован и устанавливаем его на определенную стойку. Дальше мы заливаем масло до минимального объема. Сейчас я буду готовить кваркини с различными начинками и вариантами подач. Для этого нам понадобится в первую очередь приготовить тесто. Тесто у нас состоит из творога, яиц, разрыхлителя, какао-порошок, мука высший сорт и сахар-песок. Но перед тем, как начать замес, дабы избежать перенагрева до завтра, мы его снимаем в специальную подставку. И приступаем к замесу теста. В творог мы добавляем муку, яйца, сахар-песок, разрыхлитель и какао-порошок. Все это тщательно до однородной массы перемешиваем. Замес теста занимает не более 15 минут. Так как у нас не присутствует тут дрожжи, расстойка нам не понадобится. Кваркини очень популярны в странах Европы. Стоят огромные очереди за ними. Они пришли к нам из Германии. Это современный аналог пончиков. Итак, наше тесто готово. Сейчас приступим к закладке в дозатор. Итак, тесто мы замесили, поместили его в дозатор, который мы ставим на свое рабочее место, где мы будем отсаживать наши кваркини. Итак, друзья, процесс приготовления кваркини начинается. Процесс жарки, ребята, настолько прост, что они их даже не приходится самому переворачивать. Они это делают все сами. Поглядите. Данный аппарат превосходит аналоги и является более доступным. Ну что же, наши кваркини готовы и сейчас мы приступим к двум вариантам подачи. Первая подача это будет в стиле стрит-фуд и фаст-фуд. И вторая подача будет в ресторанном стиле. Итак, наши кваркини выложены на тарелку. Поливаем их соусом, состоящим из манго-маракуйи и еженого кедрового ореха. Далее мы будем декорировать мятой и посыпать какао. Присыпаем какао, подчеркиваем их основной вкус и добавляем немножко мяты. Итак, наши два варианта подачи готовы. Первый вариант у нас был в стиле стрит-фуда и фаст-фуда. И второй вариант это в стиле ресторанной подачи. Вы спросите меня, чем же вкуснее и полезнее кваркини, чем пончики? Я вам отвечу, друзья. Кваркини более воздушные, сочные. Все за счет того, что основной состав кваркини это творог. Он более диетический, более полезный, нежели его предшественники пончики. Только посмотрите, друзья. Итак, мы приступаем к второму варианту приготовления кваркини. Для этого нам понадобится творог, мука, высший сорт, яйца, сахар-песок, разрыхлитель. Добавим немного молотой корицы и кисло-сладкое яблоко. Итак, начинаем резать яблоко. Итак, наши яблоки готовы. Порезанные мы их добавляем в муку, яйца и творог. Далее добавляем сахарный песок. Добавляем разрыхлитель. И молотую корицу. Итак, все ингредиенты находятся в полусфере. И мы приступаем к замешиванию теста до однородной консистенции. Теперь готовое тесто закладываем в дозатор. Наше тесто находится в дозаторе, который устанавливается на фритюрную ванну. Итак, второй вариант кваркини с яблоком и корицей у нас готов. Приступаем к подаче. Второй вариант кваркини яблоко с корицей будем подавать. Первый – это в ресторанном стиле. И во втором стиле – это стритфуд и фастфуд. Подаваться нам будет со сметаной, со свежей. Сладкой золой. И свежим бисквитом. Итак, я готов приступить к третьему варианту кваркини. Для этого нам понадобится творог, мука, яйца, разрыхлитель, сахарный песок и свежий банан. Засыпаем сахар, разрыхлитель и тертый банан. Приступаем к третьему варианту подачи – кваркини с бананом. Кваркини с бананом подается соус капучино. Соус капучино состоит из сгущённого молока, кофе-эспрессо и сливок. Далее декорируем кофейными зёрнами. Подчёркиваем наш соус. И свежим бисквитом. Два варианта подачи кваркини с бананом готовы. Первый вариант – в ресторанном стиле. И второй вариант – в стиле стритфуд и фастфуд. Ну что, господа, подытожим. Кваркини получились сочными, вкусными и воздушными. Данный аппарат повысит доходность вашего бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова